Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс, и мы на аккаунте Бухалыча. Сегодня мы уделили время полицейскому участку, и как вы видите, 93-я волна. Я, конечно, немножечко недооценил себя, и вот что у меня осталось. Всего лишь несколько аптечек, надбитая броня, оружия тоже немного. Причем это оружие не самое топовое, и я думаю, что если бы не было одного маленького секрета, я бы дальше и не прошел. Так, в одном из хранилища имею 5 мин, серьезное препятствие на пути любых недоброжелателей. Очень крутая штука, и я думаю, что сегодня именно этими минами мы сделаем все волны в полицейском участке. И после этого активируем, переактивируем, обменяем, переобменяем все карточки на инспекторские, и завалим самую невыгодную сделку. Если, конечно, вы не ищете фиолетовых модулей. Сейчас, ребят, поехали. Мне нужно пройти четвертую волну. Еще одна волна, и мы будем в топе. Обязательно после этого мы пройдем все одними минами. Обязательно. Фух, немножечко, если честно, припотел. Главное, не бздеть, как говорили. На, вот это печальная, конечно, история. Не особо крутой метод, но именно он сейчас у нас рулит. Итак, штурмовики-боровики. Я думаю, что для тебя штурмовик. Я припас. Вот такой вот фотоаппарат. И мы тебя сейчас будем фотографировать. Улыбнитесь, товарищ штурмовик. Круто. Нужно обязательно собрать все, что здесь упало. И после этого устанавливать драгоценнейшие, самые жуткие, самые уронистые мины. И не знаю, миномет, что будет это такое в грядущем обновлении. Ребят, напишите, если у вас есть хоть какая-то информация о миномете. Ждете ли вы обновлении? А я вот за две волны получил две синьки. Мне синие карточки вообще не падали. Если честно, мне начало даже бомбить. Но я потом понял, что зеленые карты падали от души. И как бы я обязательно немножечко обменяю всех талончиков, которые у меня остались, на также синьки. Синьки, ну а потом инспекторские. И хотелось бы узнать, если вы бороздите просторы полицейского участка, как часто падают вам именно капитанские карточки? Сколько максимальное количество карточек вы находили? И на какой максимальном волне вы нашли уже первую карточку? У меня это одиннадцатая волна. Одиннадцатая волна и синяя карточка. На какой волне у вас выпала синька? Обязательно, ребят, напишите. Мне будет очень интересно. И только запуская, слышно только взрывы и ничего. Ля какие! Пацаны, даже врата не закрылись. Они уже тут слегли. Мне очень нравится. Если бы мины добывались немного проще. И если бы для этого не нужно проходить бункер Браво. Или, конечно же, жесткие платные задания сезона. Я бы с удовольствием проходил все девяносто девять волн с помощью мин. Ну, а мы, ребят, активируем девяносто шестую. Красавелла Брателла волну. И сразу... Ох ты чё! Это даже не лег, ребят. Этот стоя умер. Даже не успел, как говорится, пухнуть перед смертью. Ничего, ничего. Блин, вот карточки, конечно, очень плохие падают. Очень плохие. Даже зелёнки не падают. Следующую мину я буду ставить прямо под ноги. Вот этому вот стоящему зомбятине. И прикольно было бы, чтобы это всё видно было. Как же там взрываются зомби. Но, увы, я думаю, что это невозможно. А если ставить мины немножечко вот здесь ближе, то не убиваются все. Они идут изначально кучно. Это позволяет одной минной сразу минусовать всех. И чем, кстати, больше волна, тем тяжелее её пройти. Вы видите, насколько много здесь зомби. Это просто жесть. А падает какой-то не особо крутой лот. Так, девяносто седьмая волна. Я... Опа! Что-то забыл. А мин-то не поставил. Мину ставим обязательно. Вы видите, что я уже не с первого раза прошёл эти все волны. Не-не-не. Вы видите, что так же у меня там и есть микросхемы. То есть, немножечко попарился. Но самое главное, что результат конечный у нас есть. Бамс! Только взрывы сразу же круто. Девяносто девятая волна сейчас будет так. Так. Ну, в принципе, очень круто. То, что здесь... О! Хоть капитанская сыпанулась. Неплохо, неплохо. А устанавливаем последнюю мину. И пробуем, конечно же, это всё завершить. Этот жуткий замесик. Мины очень опасные. Если установить её неудобно или неправильно, можно самому подорваться. По-моему, не выживает вообще выживший. Ни один выживший не выживет после взрыва мины. Никакая броня вас не спасёт. Судя по тому, что открылся у нас выход с этой комнаты, мы уже прошли все девяносто девять волк. Отлично. Отлично. Вот оно, что, ребят. Мы одолели эту всю водягу. Вот что осталось. Конечно, оружие было убито немало. Но зато конечный результат самое главное. Сейчас мы заберём, обменяем, выменяем. И обязательно откроем все ящики, которые только сможем обязательно обменять. Буль и ням-ням обязательно так же сделаем. Ну что, поехали. Посмотрим, сколько вообще у нас лейтенантских карточек получится. Соточка. Хуле какой. Сто пять карт. Ну, может быть, кто-то скажет и мало, а кто-то скажет очень много. Для меня, если честно, это очень не особо много. Эх ты, что ты, что. Две карточки капитана не хватает, чтобы сделать целых три инспекторских. Ну, как говорится, девяносто девять волк мне принесло всего лишь две карточки инспекторские. Хотя, в разы больше приносило. То есть, у меня были такие замесы, что за девяносто девять волн мы лутали с вами все пять карт инспектора. Было даже на стриме. Поэтому, ребят, я думаю, сейчас всё это активировать, всё это открыть. Ну и, конечно, проанализировать, что же у нас там выпадет. Через одну. Наверное, нужно было начинать с синий. Ну, ладно. Вот оно, что у нас прибыло. Итак, инспекторская карта даёт нам глушитель на наш винчестер. Ребят, у меня есть топовый винчестер и очень много ресурсов. Топовый модуль на винчестере и очень много ресурсов. Собирать все модули и ходить в какие-то места сейчас очень важно было бы услышать об этом в комментариях. Ребят, напишите, какие места посетить с топовым винчестером. Кого убить? С кем сравнить? Я думаю, что, конечно же, громилу будет очень тяжело убить винчестером. А вот ведьма или слепой охотник хорошие цели для этого оружия. Кстати, винчестеров тоже у меня хватает. Глышители ручка на М16, которая здесь есть, тоже. Кстати, заберу я все оружие. Потом, конечно, вернусь за всем остальным. Итак, ВСС с прицелом Х8 тоже у нас присутствует. Винчестеры собираем, так как мы будем собираемся с ними куда-то идти. Топовый винчестер. 20 штук. Сколько можно пройти волн с топовыми 20 ма винчестерами? Я не знаю, сколько волн. 5? Ну, может быть и больше. Это именно интересно. Самому интересно, сколько волн в полицейском участке мы осилим прицел Х4 и это тоже имеется. У нас также тут есть глаченыш, у нас тут же есть дробовик, калаш, блок. Неплохо. Все очень неплохо. Остается два синих ящика, которые также, ну, нельзя пропускать. Усиленный приклад тоже имеется. А вот сейчас у нас дилемма. Что брать, что оставить? Конечно же, стейки можно съесть, воду выпить, чтобы не нести назад. Это все дело. Давайте немножечко, ну, не знаю, даже после этого лучше, станет ящик или нет. Но, дробовик и УЗИ я забираю. Дробовик, это мое любимое оружие, особенно с картечью, которая тяжелый ствол, стреляет, выстрел в картечью, прямо вот жестко. И в начале, это был самый первый мой активный модуль, который выпал. Вы также в комментариях можете указать, какой у вас был самый крутой и самый первый активный модуль. Это ГЛОК с большим магазином. Большой магазин вообще выпадает у нас там, где дискет с координатами активируем. Поэтому не сильно, конечно, радует, но я думаю, что в отдельные моменты я бы очень радовался этому модулю. Сейчас мы также сделаем рокировку, оружие забираю, все, и теперь могу уходить на все четыре стороны. Фух, завершили. Это был самый, я думаю, крутой, самый, нормально, нереальный, самый просто обезбашенный способ пройти 99 волн. Потому что с минами это сделать, может быть, не самый тяжелый способ, но самый простой способ позачистить. 99 волн, но вот мины достаются довольно-таки тяжело. Выехать на глобальную карту, посмотреть, что же там еще у нас лежит, висит, или нас ждет, вот это тоже было бы интересно. Я бы не против зачистить и заправку, свалку, но пока что Чоппер не позволяет. Я думаю, что неплохо было бы съездить на привальчик у дороги, но мне кажется, что место в моем инвентаре не будет для этого всего. Ну что, ребят, я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравился данный видос, я обязательно съезжу сейчас на гуманитарный груз, целый 1 час 10 минут для заданий рейдеров у нас это все сойдет. Ставьте лайки, обязательно, ребят, поддержите канал своим лайкосиком, видосик обязательно должен получить лайкосик. Ну и подписка, подписывайтесь на канал, колокольчик позволит вам не пропускать новых роликов и обязательно пишите комментарии. Спасибо всем за просмотр, удачи и увидимся в следующих видео.